И начнем мы с предисловия про то, что язык все время меняется. Мы плавно подойдем к самой теме лекции. Это факт. Всегда новое поколение говорит немножко не так, как говорило поколение старое. Поколение детей всегда говорит немного не так, как говорило поколение отцов. Поколение отцов не так, как говорили их отцы и матери. И так далее. Мы это можем легко наблюдать, если сравниваем тексты, написанные в 21 веке, с текстами, написанными в 20 веке, в 19-18 и так далее. С одной стороны, это устроено примерно как спектр. На физике в школе мы все видели, как устроен спектр. Красный плавно переходит в оранжевый, оранжевый в желтый, желтый в зеленый и так далее. Мы нигде не можем провести границу. Точно так же и в языке. Мы нигде не можем сказать, что вот закончился древнерусский язык и начался какой-то следующий его период. Всегда между соседними поколениями есть практически полное взаимопонимание. Понятно, всегда есть какой-то молодежный сленг, всегда есть какие-то наоборот устаревшие слова. Но тем не менее, ситуации, когда старшее поколение не может понять младшее, безумно редкие. Изменения языка происходят очень плавно и очень медленно. Так что мы их не замечаем. Мы их замечаем только если сравниваем тексты, написанные на одном и том же языке, на расстоянии нескольких сотен лет, а может быть даже и тысяч. Языки меняются с разной скоростью. Скажем, слово о полку Игреве без перевода в оригинале мы практически не можем читать. А, скажем, исландцы прекрасно читают свои саги в оригинале. Это одна из самых продаваемых, кстати, книг в исландских книжных магазинах. Это все связано со скоростью изменения языка, но про это мы сегодня подробно говорить не будем. Изменения языка происходят на всех его уровнях. Меняется фонетика, меняется грамматика, меняется лексика. Но носителям языка, не лингвистам, очевиднее всего изменения в лексике. Понятно, что появляются неологизмы, появился предмет вот этот, появилось для него название микрофон. Появился вон тот вот предмет, который показывает, появилось название проектор. Мы можем придумывать свои слова из корней своего языка, мы можем заимствовать чужие слова. Так или иначе, много новых слов появляется. Не обязательно для новых предметов. Иногда слова появляются для обозначения явлений, которые вроде бы и раньше существовали, но были не так важны для нас. Не так важны, например, какой-нибудь глагол хейтить, это не то же самое, что ненавидеть, это все-таки несколько более частное значение. Или какой-нибудь глагол шеймить, опять же, это не позорить кого-то, а тоже некоторый особый вид вот этого самого позора. И это то, что нам виднее всего. Но лингвисты видят и изменения в грамматике. В языке было несколько родов, а было, например, три рода, осталось два рода. В языке было шесть падежей, а осталось три падежа. Или наоборот, падежей не было, они вдруг появились. Было больше склонений, стало меньше склонений и так далее. Это то, что происходит гораздо медленнее, то, что мы скорее не замечаем, а замечают лингвисты. И то же самое происходит на уровне фонетики. Раньше в языке был какой-то звук, дальше он исчез или совпал с каким-то другим звуком. А может быть, появился какой-то новый звук. Опять же, мы про это говорим в школах, что в русский язык вместе с греческими заимствованиями пришел звук фу, что в русском языке был некоторый звук, который обозначался буквой ядь, потом этот звук совпал со звуком е, а буква осталась, поэтому мы ее убрали и так далее. Но еще раз повторю, что фонетика и грамматика обычно остаются за пределами внимания нелингвистов, а нелингвисты замечают только лексику. И про это мы сегодня говорить не будем. Это, конечно, тоже очень интересная тема, почему вдруг в какой-то момент око в русском языке заменилось на глаз, почему в немецком языке вдруг голова стала обозначаться словом «копф», которое вообще-то по-древненемецки значит «черепок». Ну, а связано это потому, ну, как у нас, можно сказать, назвать голову котелком, так вот немножко жаргонно. Также немцы в средние века писали свои рыцарские романы, где рассказывали, что кто-то разбил кому-то голову, как черепок. Ну и дальше само слово «голова», тот же корень, что шведское «хувут», английское «хэд» ушел и стало обозначать только главный, слово «хаупт», а черепок стал головой «копф». Это все безумно интересно, но про это мы сегодня говорить не будем. Это немножко другая тема. Мы же будем говорить про изменения внутри имеющихся слов, не каких-то уходящих или приходящих, а внутри тех, которые были, но что-то с ними произошло. Важно отметить, что язык не деградирует и не развивается. Ну, то есть мы можем говорить, что он развивается, но именно нейтрально. Обычно это прерогатива не лингвистов страдать о судьбе языка, говорить, что новое поколение портит русский язык, русский язык деградирует, он гибнет под натиском заимствований, или наоборот говорить, что там в какой-то момент русский язык стал развиваться благодаря нашим писателям и так далее, и так далее. Лингвисты к этому всему относятся нейтрально, без эмоциональной оценки. Язык меняется, это факт. Опять же, относиться к этому как люди мы можем одним способом. Скажем, я как человек морщусь, когда слышу свеженький союз «то что». Я знаю то, что он придет. А как лингвист я за этим наблюдаю с восторгом, потому что это языковые изменения, которые у меня происходят на глазах. Поэтому в каждом лингвисте есть такая небольшая шизофрения. Лингвист как лингвист и лингвист как человек. Но как лингвист все, что я буду рассказывать, это я просто описываю как факт без оценки. Ну и как и в биологии, в общем-то, живые существа тоже, как и язык, все время развиваются. Существа эволюционируют. Они это делают не с какой-то целью. Понятно, что выживает сильнейший и так далее, и так далее. То, что мы проходили в школе на биологии. И язык тоже меняется. Если язык не меняется, то это мертвый язык. И так же, как и у животных, нет какой-то специальной цели в том, что язык меняется. Лингвисты вообще не очень понимают, почему язык меняется, почему он не остается таким, как есть. На самом деле есть много разных теорий, но прямо в двух словах сказать скорее нельзя. То же самое и в биологии. Тут чуть проще сказать, потому что это идея приспосабливаемости, приспосабливаемости, идея того, что изменения направлены на то, чтобы обеспечить лучшую жизнь тому, в ком эти изменения происходят. Но, тем не менее, это не какая-то кем-то поставленная глобальная цель. И, как и в живых существах, в языке тоже могут оставаться рудименты. Опять же, дальше мы про это говорить не будем, но упомянуть стоит. Так же, как у нас был хвост, от хвоста остался копчик, так же в языке остаются какие-то следы. Ну, скажем, в древнерусском языке было три числа, единственное двойственное и множественное. В современном осталось два числа, а от двойственного остались рудиментарные окончания, окончания А у парных объектов, типа рога, бока, глаза и так далее. Вот это окончание А, это бывшее окончание двойственного числа слов мужского рода. Это можно сравнивать с аппендиксом или скопчиком, вот эти вот остатки в языке. Но, опять же, дальше мы про это говорить не будем. Будем же мы говорить преимущественно про фонетические изменения, хотя фонетические изменения, естественно, влияют и на все остальное, и на морфологию, и на семантику, но про это все чуть позже. И тут, опять же, в предисловии к основной лекции нужно еще упомянуть, что такое фонетические законы, потому что, к сожалению, в современном мире есть огромное количество псевдонаучной литературы, которая фонетические законы трактует по-своему, а именно все что угодно может превращаться во все что угодно, чтобы это соответствовало моей теории. К сожалению, если вы зайдете в книжный магазин типа Москвы или Библиоглобуса, рядом с нормальными книжками, вы найдете паранаучные книжки, где вот как раз такие псевдозаконы и есть. Но настоящие законы были обнаружены лингвистами еще в XIX веке. В XIX веке лингвистика в первую очередь занималась реконструкцией праязыка и доказательством родства, и случилось это благодаря... Толчок этому дал открытие санскрита. Санскрит — это древний индийский язык. И когда англичане, британцы, приехали колонизировать Индию, английские офицеры, в то время это были достаточно образованные люди, обнаружили, что вот за такими красивыми кракозябрами, которые кажутся чем-то экзотическим и непонятным, скрываются очень знакомые корни. Письменность — ничто, как говорится, смысл, корни — всё. Как только это было прочитано, то для британских офицеров, прекрасно владеющих латынию, древнегреческими, в общем-то, родным английским, стало понятно, что, например, слово «накт» санскритское очень похоже на латинское «нокс» в родительном падеже «ноктис» или «готское нахц». Что это за слово? Ночь, да. А «агни» очень похоже на латинское «игнес», ну или русское «огонь», тот же самый гласный «гыено». А, скажем, «мртас» — латинское «мортус», русский «мёртвый», тот же самый «гынь» — «морото». И стало понятно, что санскрит — это тоже родственник европейских языков, так стало понятно, что это индоевропейская семья и так далее. Это послужило толчком к развитию сравнительно-исторического языка знания. И тогда же были открыты фонетические законы. Этим мы благодарны «младограмматикам». Такое направление, такой лингвистический кружок в Германии конца 19-го, начала 20-го века, которые вывели следующий закон. В языке L в период T звук X переходит в звук Y в положение N. Тут целых пять переменных, ну зачем они нужны? Язык L, потому что неверно, что одни и те же изменения происходят во всех языках. Если в каком-то языке E переходит в I в 15-м веке, как, например, в английском, то не значит, что это происходит, скажем, в латыни или в греческом. А период T нам нужен тоже, потому что разные изменения происходят в разное время. Звук X переходит в звук Y, ну и положение N, где это происходит. В начале слова, в конце слова, по соседству с каким-то звуком, под ударением, не под ударением и так далее. И самое главное, опять же, к этому мы возвращаться не будем, потому что это, еще раз, предисловие. Ну вот несколько примеров, самое главное чуть позже. Вот про славянский звук R, мягкое R. В современных славянских языках дал разные рефлексы, как это называется в лингвистике. Мягкое R в русском, твердое R в белорусском, RG в чешском и J в польском. Ну и, соответственно, слово Reki по-белорусски будет Reki, Reki по-чешски, Jeki по-польски. Ну, очевидно, как это все работает. И самое главное, что фонетические законы не знают исключений. Как сказали младограмматики. И, соответственно, если мы возьмем любое слово, в котором в прославянском был мягкий звук R, то во всех этих словах он даст R в белорусском, даст RG в чешском и даст J в польском. На самом деле исключения бывают, и, собственно, про них вся сегодняшняя лекция и будет, но это чуть позже. Иногда языковое развитие может привести к тому, что слово меняется совершенно неузнаваемо. Но вот, скажем, Андрей Анатольевич Зелезняк, ныне, к сожалению, покойный академик, в своих лекциях любил рассказывать про то, как латинское caledus теплый превратилось в современное французское show. Но я специально не записываю это в орфографии, потому что орфография немножко отражает старое произношение. Ну или, скажем, как латинское digitum палец превратилось во французское dua. Подробнее вы про это можете почитать здесь, в транскрипте его лекции об исторической лингвистике. И самое главное, что все вот эти изменения, какими бы странными они ни были, каким бы непохожим результатом на исходные они ни приводили, главное, что все вот эти изменения, выпадения и вот тут в центре исчезновения, окончания и так далее, оно происходит во всех словах, в которых это есть в этот период времени. И это как раз главный факт, который игнорируют так называемые любители, лингвисты, непрофессионалы, которые строят какие-то свои антинаучные теории, игнорируя общую обязательность фонетических законов. То же самое мы можем видеть, что, скажем, начало и конец слова, совершенно разные фонетические и обозначающие противоположные единицы, восходят в конечном итоге к одному и тому же корню. Вот прославянская форма, вот проэндоевропейская форма, и увидеть тут уже схожесть между кена и кон, в общем, и в русском современном какой-нибудь со-беру и со-бор, чередование э-о тоже бывает. Вот, даже такие сложные и странные изменения все равно описываются фонетическими законами, и это происходило не только с этими двумя словами, но и со всеми словами, которые обладали той же фонетической характеристикой, что и те, которые мы рассматриваем. Ну вот, я уже несколько раз повторил, теперь выведу на экран, что фонетические законы не знают исключений, и что это как раз игнорируют лингвисты-любители. Подробнее опять же отсылаю к еще одному тексту Залезняка о профессиональной любительской лингвистике. Но более продвинутые любители говорят, что все-таки порой эти исключения случаются, и мы про них сегодня с вами будем говорить. Но проблема в том, вернее не проблема, а проблема для них и радость для нас, что они, если и случаются, то случаются в единичных случаях, а не в каждом взятом любителями наугад слове. Это первое. И второе, что почти всегда мы можем объяснить, почему то или иное нестандартное изменение произошло. И я считаю себя вправе сравнить это с мутациями в биологии, когда клетка, воспроизводясь, совершает какую-то ошибку. Ну все это мы, наверное, проходили в школе. И дальше изменение развития живого организма идет куда-то не туда, не так, как предполагалось. Ну вот маленький пример. Аканье в русском языке, что это такое? Да, не развлечение звуков о и а в безударной позиции. Мы говорим молоко, хотя исторически это молоко, говорим корова, хотя исторически корова и так далее. Вроде бы универсальный закон, тем не менее, даже из такого универсального закона есть исключения. Ну скажем, еще 50, тем более 100 лет назад аканье не было в словах поэт и поэзия. Сейчас часть людей скажет поэт, часть скажет поэт и поэзия. Лично я говорю поэт, но часть моих знакомых там окает. А вот слово, в котором все окают и все не подчиняют это слово закону об аканье, это слово но. Я знаю, что ты хороший человек, но нам надо расстаться. Даже если я не делаю ударение на но, все равно я его не произношу как на. С чем это связано? Ну одногласное, например, в предлоге о, но когда я говорю о Пушкине, я тем не менее говорю о Пушкине, а не о Пушкине. Да-да-да, по всей видимости, это связано с тем, что если бы мы там акали, то в некоторых случаях было бы трудно различить предлог на и союз но. И вот так мы можем объяснить большое количество вот таких странных исключений, на первый взгляд, странных из какого-то общего правила. Потому что язык, в отличие от просто биологического развития, вот, да, тут пример про мутации, как это происходит в биологии, ну и в лингвистике немножко похожим образом. Вдруг какое-то изменение начинает идти не по правильному направлению. Язык, в отличие от биологических мутаций, не существует в вакууме. Он существует среди людей, и он не существует сам по себе. Язык — это какие-то правила, которые у нас есть в голове, и, пользуясь этими правилами, мы производим речь, порождаем речь. И изменения в языке производят люди, не специально потому, что они решили, что союз то, что будет звучать лучше, чем союз что. Люди про это не задумываются, это происходит помимо их воли. Тем не менее, именно люди — пользователи языка, и люди — есть говорящие, есть слушающие. В диалоге мы все ими являемся попеременно. И поэтому язык должен быть удобен как для одной стороны, так и для другой. Что такое удобный язык для говорящего? Это когда человек — существо ленивое. Удобный для говорящего — это когда нам просто говорить, мы упрощаем какие-то неудобные для произношения последовательности. Мы говорим нечетко, невнятно, то есть прилагая минимальное количество усилий. Но слушающему-то, наоборот, это невыгодно. Для слушающего выгодно, когда говорящий говорит внятно, медленно, четко, чтобы можно было тратить меньше усилий на понимание. И, соответственно, язык все время балансирует. Если где-то побеждает говорящий, то есть что-то упрощается и становится менее внятным, то где-то побеждает слушающий и, наоборот, это чем-то компенсирует с каким-то усложнением в языке. Мы это сегодня еще увидим. Ну вот в случае с «но» и «на» победил говорящий или слушающий? Слушающий, да. Говорить «о» труднее, чем говорить «а», нам нужно сложить губы трубочкой, нам нужно помнить, что это слово не подчиняется закону. Ну, понятно, что мы про это не думаем, но тем не менее. А слушающему зато проще, у него не возникает амонимии. Это пример, когда победил слушающий, но дальше мы будем видеть множество примеров, где победил говорящий. Это первый аспект. И второй аспект, что язык системный. И, соответственно, если вдруг в языке возникает из-за применения фонетических законов какие-то нестандартные исключения, и эта системность нарушается, то это неудобно говорящему, потому что ему приходится держать в голове более сложную систему правил, более сложную языковую картину, чем он бы хотел. И, соответственно, язык может пойти в сторону изменения по аналогии, когда какая-то неправильная форма, форма исключения, исчезнет и станет более похожей на другие. Ну вот, скажем, пример отклонения от системы. Вот склонение после долгой череды фонетического развития на пути от проэндоевропейского к прославянскому, а дальше к древнерусскому, мы получаем вот такую систему склонения существительных. Что здесь выбивается из системы? Ну, это вот слово «нога». Какая тут проблема для говорящего, где нужно задуматься? В каких падежах? Да, винительный и только не творительный, творительный — это ногой, а предложный. Да, тут получается «назе» и «назе». Почему-то происходит какое-то чередование, хотя во всех остальных местах сохраняется «г». Это легко объясняется, почему тут такое чередование. И там другие чередования у нас есть, типа «нога-ножка», «рука-ручка». Ну а при склонении было «нога-назе», а там «рука», соответственно, «руце». И древнерусский язык это упрощает. Древнерусский устраивает такую систему, как у нас, чтобы не было исключений. И, соответственно, нога, ноги и дательном падеже никакого и полотализации больше нет, становится «ноге». Ура, упростилось. Это называется выравнивание по аналогии, когда какие-то исключения ушли для того, чтобы все было красиво, ровно, аналогично, системно. Так удобнее говорящим. И так менее удобно слушающим, потому что слушающий мог быстрее распознавать падежи, потому что разница начиналась еще до окончания. При этом не следует из этого, что если в языке сложилась такая неправильность, такая несистемность, то она обязательно будет исправлена. Потому что если мы возьмем любой другой славянский язык, в котором сохранилось склонение, ну, например, белорусский, то увидим, что там вот эта неправильность вполне себе существует и до сих пор. И по-белорусски мы будем говорить «нога», «ноги», но «назе». «Нагу», «нохою», но снова «назе» в предложенном падеже. Поэтому языковые изменения это необязательная какая-то вещь, это скорее вещь вероятностная. Мы предполагаем, что если произошло нарушение системы, значит, язык, скорее всего, захочет это нарушение исправить и вернуться к системности. Но вовсе не обязательно, что это произойдет. Да, я уже сказал, что это выравнивание. Ну и последний раз возвращаясь, на самом деле не последний, но возвращаясь еще один раз к биологии, мы видим, что типы мутаций бывают разные. У нас может появиться, замениться одна на другую, у нас может вставиться какая-то и может исчезнуть. И в языке, в общем, дальше мы будем рассматривать точно так же. У нас может один звук замениться на другой, у нас может появиться какой-то лишний звук, или наоборот какой-то звук может исчезнуть. На самом деле не только звук, но и морфема, слог, слово, что угодно, но мы в основном будем говорить про звуки. Ну и, наконец, это длинное вступление заканчивается, и мы переходим теперь к основной части, к лекции про слова-мутанты. И, собственно, зачем было это вступление? Для того, чтобы показать, что это именно исключение. Конечно, большую часть изменений мы описываем с помощью найденных лингвистами фонетических законов, но вот сейчас будем смотреть на те отступления от них, которые встречаются, и будем пытаться их объяснить, эти мутации. И первая часть – это про те случаи, когда что-то одно заменяется чем-то другим. Ну, в основном звуки, но не только. И вот вам такая небольшая задачка, которая в свое время была задана на Олимпиаде по лингвистике для школьников. Здесь вы видите числительные от 1 до 10 на 4 языках. Абхазском, Гадабиринском, Сванском и Тахарском В. Первые три – некоторые кавказские языки. Тахарский В – это один из древних индоевропейских языков. И красным выделены и подчеркнуты те числительные, которые и являются словами-мутантами, которые мутировали. Что-то в них произошло не то. А в скобках указано, как эти числительные должны были выглядеть, если бы развитие пошло по правилам, если бы ничего не повлияло на их мутации. Что здесь произошло? Почему именно эти числительные изменились, и почему изменились именно таким образом? Ну вот мы видим, что, например, слово «сукт» почему-то заменилось на слово «спад». С чем это может быть связано? Есть ли что-нибудь, что могло бы вызвать именно такое изменение? Да нет, если в языке есть какое-то слово, то, значит, ему его удобно произносить. Ну или, например, почему в слове «арва» «во» исчезло? Может быть, есть что-то, что могло заставить это слово выглядеть как «ара», а не «арва». Или, например, вот тут «инштуда» вместо «шедуда». Может быть, тоже есть рядом что-то, что могло бы на это повлиять? Совершенно верно. Какое-то соседнее числительное. Действительно, когда мы пользуемся числительными, в некоторых случаях мы просто называем «пришло 9 человек», но в огромном количестве случаев мы что-то считаем. Один, два, три, четыре, пять и так далее. Соответственно, эти числительные всегда идут в одном и том же порядке. И довольно часто бывает, что какое-то соседнее числительное может фонетически повлиять на другого своего соседа. Если мы посмотрим сюда, почему «спат» заменилось на «сукт». «Окт», совершенно верно. Сказать «сукт-окт» гораздо проще, чем «спат-окт». А что здесь? «Чхара». Да, числительное 9 посчитать «иш-гвит-ара-чхара» проще, чем «иш-гвит-арва-чхара», потому что в целом мы любим рифмы. Ну и не только рифмы, а похожие друг на друга слова. Опять же, соседнее слово, слово «шесть», повлияло на то, что здесь появилось в начале «ин». Ну а здесь замечательный пример взаимовлияния. Числительное 9 повлияло на гласный в числительном 10, оно стало «жиаба», а не «жаба». А числительное 10 повлияло на согласный числительного 9, оно стало не «зеба», а «жеба». Получилось «аба-жеба-жаба». Три очень похожих друг на друга слова. А теперь задание для вас. Вот даны еще числительные от 1 до 10 на четырех языках. Баскском, венгерском, литовском и финском. При этом про четыре числительных сделаны такие же утверждения, как были на предыдущем слайде. Слайды на два из них истинные, два ложные. Найдите истинные и найдите ложные. «Хэт» истинная. Почему? Да, «хат» повлияло на «хэт». «Хат-хэт» удобнее, чем «хат-эт». Так, и где еще одна истина? Да, литовское «девини» и «дешимт» удобнее, чем «невини» и «дешимт». Да, действительно. И теперь, может быть, кто-нибудь из вас задумывался в детстве, почему у нас 9 и 10 так друг на друга похожи. Я вот, например, задумывался еще до того, как стал лингвистом, и почему оно так не похоже на девятки в других европейских языках. «Найн» в английском, «ноин» в немецком, «нёв» по-французски. Почему там везде в начале «н», а у нас «д». И вот, пожалуйста, ответ. Еще на уровне балтославянского единства «н» заменилось на «д» под влиянием следующей десятки. И, в общем, что это такое, если не то же самое, что мутации в живых организмах? Точно так же изменения по каким-то причинам, ну, не знаю, в биологии какая-нибудь загрязненная среда может повлиять на мутации, или ребенок рождается отклонениями из-за того, что мать употребляла алкоголь. А здесь фонетические изменения происходят из-за соседства в строгом порядке в числительных с какими-то другими словами. Для изменений в числительных какого-то хорошего названия нет. Ну, просто изменения по аналогии, примерно похожие на то изменение, которое мы видели в выстраивании, форм склонения в древнерусском языке. Но есть некоторые типы вот таких вот мутаций, таких небазовых, незаконных, противозаконных изменений. И эти большие типы мы с вами будем рассматривать и давать им название. Но вот один из таких типов — это так называемая гиперкоррекция. Что это такое? Ну, можно попробовать понять по названию, что такое коррекция. Ну, исправление какое-то, да. Что такое гипер? Чересчур. Мы что-то чересчур исправляем. Что это значит? Это значит, что люди боятся ошибиться. И пытаясь не совершить ошибку, иногда люди наоборот эту ошибку совершают. Ну, условно говоря, если я знаю, что меня в школе выдрессировали, что когда слышишь «а», нужно писать «о», там, слышишь «нога», надо писать «нога», слышишь «молоко», надо писать «молоко». То есть слово «вагон» я могу по тем же самым правилам таким же образом написать. Это будет гиперкоррекция. Я сверх себя исправлю. Я подумаю, ага, звучит «а», значит, было «о». А тут вот я не попал. Тут и было на письме «а». Но сейчас я говорю про орфографию. Мы же рассмотрим несколько фонетических примеров. Вот один из них. Все мы прекрасно умеем добавлять к словам уменьшительные суффиксы. Книга — уменьшительный суффикс — книжка. В чем здесь проблема? Ну или там «рубаха», «рубашка». Проблема в том, что звук, который находится здесь перед «ка», звучит одинаково. И книжка, и рубашка по правилам оглушения перед глухими звучат «шк». Если предположить, что мы не знаем, от какого слова образована рубашка и от какого слова образована книжка, какие у нас есть варианты, как мы их можем реконструировать, эти формы. Рубашка. Может изначально быть рубаха, а может быть и... Если мы не знаем, как это пишется, а воспринимаем только на слух. Ну, рубашок — это если мы считаем, что рубашка — это родительный падеж, тогда рубашек. Скорее был бы рубашек, рубашка. Да, но здесь она может быть рубаха, а может быть рубага, если мы это воспринимаем исключительно на слух. Безусловно, всеобщее распространение орфографии замедляет, всеобщее распространение грамотности замедляет языковое развитие просто потому, что у нас есть какой-то эталон, какой-то образец, которым у нас учат в школе. До всеобщей грамотности изменения в языке происходят гораздо быстрее. Ну и наоборот, книжка у нас могла бы реконструироваться до книги или книги, если мы считаем, что там на самом деле шо. Но с теми словами, которые мы прекрасно знаем и в той, и в другой форме, таких проблем не возникает. А если мы возьмем какую-нибудь финтифлюшку, то вот она большая финтифлюшка, она кто? Финтифлюха или финтифлюга? Давайте проголосуем. Кто за финтифлюгу? А за финтифлюху? Вот, большинство за финтифлюху. Я, честно говоря, считал, что будет не просто большинство абсолютное, большинство, если не все. Почему? Дело в том, что слова на ха в русском языке имеют еще некоторую дополнительную семантическую окраску, какое-то дополнительное смысловое значение. Вот какого рода слова заканчиваются на гласный и ха? Ну вот, нехорошие, да, например, еще что? Большие. Ну, большие — это просто потому, что мы знаем, что «к» — это уменьшительный суффикс, поэтому без него по умолчанию большие получаются. Слова нехорошие, слова с какой-то сильной, я бы сказал, энергетикой, но это слишком такое эзотерическое слово, с каким-то сильным, таким мощным значением, с какой-то экспрессией очень большой. Ну, например, от имен собственных. Образуются экспрессивные такие вот в пацанской среде, на ха имена, например, какие-нибудь. Илюха, например, Леха, Тоха, ну такие свои пацаны, да, это не то же самое, что домашний Леша и Антоша. Леха и Люха — это вот такие крутыши. Ну или там, например, полтораха. Одно дело купить полторашку пива, другое дело полтораху. Да, смотрите, это не происходит с г, не полторага, именно полтораха, хотя теоретически это ш могло восстановиться и до г. Ну или там какая-нибудь мокруха, убийство. Она мокруха, а не мокруга. Так что то, что мы выбрали финтифлюху, а не финтифлюшку, а не финтифлюгу, имеет некоторое обоснование. Действительно, у слов на х, на х в русском языке, в современном есть какие-то дополнительные агентации, а у слов на г такого нет. Но смотрите. Вот, например, открываю я твиттер и нахожу такой твит. «Почему у пасанов ляхи худее, чем у меня?» пишет нам кто-то. Или вот такое. «Мои ляхи шире, чем Днепр». На что жалуются эти девушки? Что там у них слишком большое? Ляшки. Да, совершенно верно. Как пишется ляшка? Мы, допустим, не знаем. Мы это воспринимаем на слух. А как должна была бы писаться ляха с уменьшительным суффиксом, чтобы она как раз давала ляху? Через ш, потому что мы видим, что через ж из г получается книжка, а ш из х – муха, мошка, рубаха, рубашка. Да, но мы знаем, что ляшка пишется через ж. И вот, пожалуйста, пример такой вот как бы мутации. Ляшка реконструируется до несуществующей ляхи, вместо того, чтобы реконструироваться до ляги. По двум причинам. Во-первых, всеобщее образование не помогло. Во-вторых, как мы уже с вами обсудили, слова на ха нагружены каким-то дополнительным смыслом. Конечно, ляга – это что-то непонятное, а ляхан – это какая-то большая такая ляшка. При том, что если мы посмотрим на историю языка, то у всех слов, и про это мы еще сегодня будем говорить, у которых есть уменьшительный суффикс, ну или почти у всех слов, когда-то был вариант без этого уменьшительного суффикса. И чем эти ляшки когда-то были? Что мы видим из орфографии? Были они лягами, иначе бы оно не писалось через ж. И в современном русском языке есть, например, слова, которые от этой ляги происходят. Скажем, слово «легушка», которое имеет те же самые ляшки. И что она этими ляшками делает? Она ими легается. Это все слова одного корня. Но вот у современных твиттеровых девочек этот корень теряется. И это опять же то, с чем мы будем сталкиваться сегодня все время. Большая часть мутации объясняется тем, что теряется производящая связь. Теряется связь со значением корня, от которого образовано то или иное слово. И именно потеря связи позволяет нам уже, не чувствуя происхождение слова, изменять его так, как нам хочется его изменять. Другой пример гиперкоррекции, более нетривиальный даже, наверное, чем ляшки, это слово «фляжка». От чего образовано слово «фляжка»? От «фляга», сказали бы мы. Но на самом деле все не так. На самом деле это слово «фляга» образовано от слова «фляжка» убиранием суффикса «к». Как же так? Мы же знаем, что всегда все нарастает. Уменьшительный суффикс добавляется к нормальному корню. Ответ на этот вопрос можно узнать, если посмотреть на историю слова «фляжка». Дело в том, что в русском языке изначально появилась «фляжка» и была она заимствована из польского языка. Из польского слова «фляжка» СЗ по-польски читается как «ш» – «фляжка». Откуда же в польском языке взялась эта самая «фляжка»? Из «фляжка» что такое «фляжка»? Бутылка по-немецки, совершенно верно. Вот такая история. Мы берем немецкое слово «фляжка», заимствуем в польский и добавляем уменьшительный суффикс, потому что поляки, славяне, как и мы, любят добавлять к словам уменьшительный суффикс, делать слово женского рода. Дальше оно заимствуется в русский и происходит гиперкоррекция. Ага, мы знаем, что слышим «книжка», пишем «книжка» и, соответственно, «книга». Слышим «фляжка», значит, пишем «фляжка» и восстанавливаем до «фляги». Таким образом, обратной деривацией, обратным восстановлением у нас появляется слово «фляга», которое с оригинальным немецким «фляжа», в общем-то уже с точки зрения конечных согласных не имеет ничего общего. А если бы она была реальной фляжкой и не изменилась из-за гиперкоррекции так, как она изменилась, то увеличительный аугментатив должен был бы быть «фляха», а не «фляга». Примерно как «ляхи» в Твиттере. Но нет, она стала «флягой». И это тоже, в общем-то, мутация, потому что изменение пошло не так, как должно было идти. Ну и можно находить другие примеры. Например, «крышка». Что с ней? Да-да-да. Вообще «крышка» — это уменьшительное от чего? От «крыша». Там даже никакого «к» и «г» вообще нет. Но когда мы ставим вот этот вот согласный «шо» в сильную позицию, то есть когда он находится перед гласным, например, добавляем суффикс «еч», то что получается? В норме должна быть «крышечка», но иногда случаются «крыжечки». По той же самой причине гиперкоррекции. Слышим «шка», пишем «жка». Ну вот, чтобы не быть голословным, пример тоже из «контактика» «сахарница» или «салатница с крыжечкой». Это я не придумал, люди так пишут. Можно, конечно, просто сказать, а ну они безграмотные, что на них смотреть? Но вся вот эта вот в кавычках безграмотность легко объясняется с точки зрения лингвистических законов и нарушения этих самых законов. Другой пример обратный. Такая скорее антигиперкоррекция. Вот деньги, а что с ними происходит? Да, денежки. Непонятно, «ж» или «ш». Ставим сильную позицию, например, в родительном падеже. У меня нет чего? Денье, «жек», но очень часто встречается и «денье, шек». Еще даже через «ю» бывает «денью, шек», «денью, шек», но это мы обсуждать сегодня не будем. И вот тоже, пожалуйста, пример. Некая Настя Романова пишет, на рекламу нету «денье, шек». Вот она это пишет. И это тоже все легко объясняется, только в данном случае это обратный процесс, не гиперкоррекция, а наоборот человек оглушает там, где этого не нужно было сделать. Сейчас мы говорили про гиперкоррекцию фонетическую, но на самом деле бывает гиперкоррекция орфографическая. Это как раз черта общества, в котором есть всеобщее школьное образование. Нас в школе чему-то научили. Это примерно такой принцип, слышу звон, да не знаю, где он. В школе нас научили каким-то правилам, а дальше мы их начинаем применять без разбору, для того, чтобы не совершать ошибки. В школе-то нам за это снижали оценки, и дальше получаются такие замечательные, гиперкорректные орфографические формы. Вот скажем, в чем здесь странность. Из моего города до Гоа лететь 8 часов. Это все реальные тексты, реальные фразы из текста в сети. Или вот участник путча через дефис А 1991 года. Со спамом, безусловно, надо завязывать. Это ролевая игра, где мы должны были перевоплотиться в некоего мэра города Н. В чем тут гиперкорректность? Да, есть Гоа. Гоа очень похожа на США, на ЮАР. Мы знаем, что есть вот такие трехбуквенные названия стран. Другое дело, что Гоа — это отдельное слово, а США — ЮАР — это аббревиатура. Ну, на всякий случай напишем Гоа тоже большими буквами, как аббревиатура. И дальше такое происходит со многими короткими словами. Слова из трех букв воспринимаются как какая-то аббревиатура, расшифровку которой мы не знаем. Мы знаем, что ЗАГС нужно писать большими буквами. Поднимите руку, кто не знает, как расшифровывается ЗАГС. Ну, вот хотя бы несколько рук есть. Иногда это исчезает. ВУЗ мы уже прекрасно стали писать маленькими буквами, БОМЖ тоже стали писать маленькими буквами, и про их аббревиационную историю мы забыли. А для других слов, наоборот, изобретается такая псевдоаббревиационная история. Это, в общем, тоже можно считать орфографической мутацией, орфографической гиперкоррекцией. Ну, или другой пример. То же все реальные употребления, которые мне попадались или моим коллегам в разных постах, твитах и так далее. Чем эту гиперкоррекцию можно объяснить? Да-да-да, в школе мы выучили то-либо-нибудь пишем через дефис. Я умный, я знаю, что оно пишется через дефис. Это сверхправильность, гиперкоррекция. Что здесь? Да, ну мы знаем, что прилагательные произносятся ово, в родительном падеже пишется ого. Ну, значит, шереметье го, домодеду го и так далее. Оно воспринимается, даже не воспринимается, как прилагательное в родительном падеже, а просто помним, какое-то вот что-то в школе нам нашептали, как пишутся такие окончания. Тут даже меняется значение вот этого предложения, потому что мы знаем, что ца-ть-ся, что-то там лучше списать этот мягкий знак, который не слышится, но в половине случаев он пишется, хоть там мягкости никакой нет. Ну, а дальше получается изменение значения. Ну, или вот такое. Пожалуйста, опять же, как я и говорил, безударное о. На всякий случай напишем его, раз звучит а. Ну, и предлог, там тоже что-то сложное, когда они пишут в течении, слитно, раздельно, что-то лучше раздельно написать, и получаются вот такие замечательные примеры. Это примеры орфографической гиперкоррекции, но зачастую гиперкоррекция идет не одна, ни фонетическая, ни орфографическая, а ей сопутствуют какие-то другие вот такие вот незаконные, мутационные изменения в языке. Вот одно из них — это переосмысление, более известное как народная этимология. Когда это происходит? У нас появляется какое-то заимствование или какое-нибудь слово, которое было, а потом ушло, но сохранилось в устойчивом выражении, и мы уже перестаем понимать в случае со старым словом или еще не начинаем понимать в случае с заимствованием, что это слово значит, и дальше пытаемся в нем нащупать что-то родное, что-то, чтобы объяснило нам его происхождение, то, как оно устроено. И из-за этого получаются какие-то гиперкорректные ошибки, ну и переосмысление, когда мы в слове что-то там меняем, чтобы оно нам что-то напоминало. Ну вот одна из задачек меня и моей коллеги Марии Рубинштейн из конкурса «Русский медвежонок», может быть, кто-нибудь в нем когда-нибудь участвовал. Вот Федя пишет устойчивое выражение, какое из них учить не придется исправлять. Все придется, совершенно верно. Был да всплыл, что там на самом деле. Сплыл, да. Почему происходит такая гиперкоррекция? Ну потому что фу, приставка плохо слышна, когда «сплыть» глагола не существует, а «всплыть» существует. То, что в итоге получается какая-то странная штука, был и всплыл, был и появился. Петью или кто-то у нас, Федю, это не смущает, потому что «сплыть» такого слова нет. И мало ли что там в фразеологизме получилось. Смысловая странность лучше, чем какое-то неизвестное слово. «Б», как оно в оригинале было. «До» наоборот, это как бы предел этой точности. «В душе не чаял». Да, «души не чаял». Опять же, мы не знаем глагола «чаять». Родительный падеж души и предложный падеж души совпадают. Кроме того, это еще контаминация из двух выражений. «Души не чаять» и «в душе не…» Ну, не знаю, нецензурное слово. Опять же, очень часто, поищите в поисковике, какому-нибудь очень часто встречается этот фразеологизм именно в таком виде. Ну и последнее «в коем-то веке» изначально было. «В кое и то веке». Да, опять же, слово «кой» во множественном числе в современном русском не существует, поэтому переосмысляется как предложный падеж «коем веке», а не «кои веке», тем более, что множественное число от слова «век» — это «века» в современном русском. Разберем несколько еще примеров народной темологии и переосмысления с гиперкоррекцией. В общем, закончим с ней, я думаю, все понятно. Другие примеры переосмысления, которые мне тоже попадались. Это, я уже сказал, потеря понимания этимологической понасловой структуры, то есть потеря понимания того, что значило то или иное слово. Это нам и во всех дальнейших примерах будет встречаться. Ну вот отворот-поворот. Опять же, что-то рифмованное, часто рифмующиеся слова пишутся через дефис, получается такое. «Ко-крас». Тут есть и гиперкоррекция «ка» и «ко». Ну и опять же, это приставка, предлог, слитно, раздельно. Получается такое. Смысл не важен, важно, чтобы мы следовали каким-то правилам. Диск «комфорт», так же, как диск «жокей» или «сход развал». И «спод» «московье». Опять же, существует предлог «спод», и, видимо, есть какой-то «московье». Вот из-под этого самого «московья» девушка Просковья и появляется. Тем не менее, и так далее. Таких слов есть огромное количество, и можно их искать и приводить много. Это переосмысление каких-то либо новых слов типа «дискомфорт», либо каких-то фонетически звучащих одинаково. Ну, вернее, заметьте, что всё вот это фонетически звучит одинаково. Меняется именно трактовка того, как эти слова делятся на части, и, соответственно, того, как это пишется. Про это мы, опять же, чуть позже поговорим. Ну, а вот несколько примеров того, как в народном языке, ну, в основном в начале XX века, обрабатывались заимствования, которые простому люду были ещё неизвестны, но нужно было как-то их на свою почву привести. Как в просторечии называлась поликлиника? Полуклиника, совершенно верно. Почему? Потому что поле — это что-то непонятное, а по смыслу это всё понятно. Это как больница, только тебя там не оставляют. Ты приходишь, тебя полечили, уходишь домой. Ну, такая клиника, но не до конца. Получается полуклиника. И вот мы переносим на родную почву, мы даём смысл, даём значение новообретённым частям этого слова, и получается вот такое переосмысление, ну, или народной этимологии. Народ думывает, откуда это слово появилось. Ну, пиджак — ещё более простой пример. Что с ним было? Спинжак, да, совершенно верно. Что-то, что носит на спине. Окей, пиджак и спереди носит, и свитер тоже на спине есть, но раз фонетически оно похоже, значит, нужно найти ему какой-то родной корень. Иногда это даже фиксируется в литературном языке. Скажем, в современном белорусском пиджак будет пинжак. Там, правда, нет, но вот оно сохранилось. Ну, или крестьянин, откуда он взялся в русском языке такой. Это обратная ситуация. Здесь я спрашивал, во что превратилось в поликлинику, а теперь вопрос, из чего возник крестьянин. Из христианина, совершенно верно. В западных языках в начале «к», и дальше происходит смешение Христа с крестом, потому что в христианстве это, безусловно, очень связанные символы. И дальше ещё происходит какое-то смещение смысла, то есть уже не просто христианин, а определённый человек, крестьянин, сословий и так далее. Но, как я говорил, мы про значение сегодня особо говорить не будем, поэтому это я пропущу. Ну и последний пример, чтобы не только про русский говорить. Вот, например, есть такой индейский язык тайно. Из него заимствовано слово «хамак». Во что оно в русском языке превратилось? Гамак. Ну, действительно, у них так назывался такой коврик плетёный, на котором они висели, лежали. Так же, как в русском языке. У нас тут не произошло переосмысление. А вот в немецком и в других, в шведском, в других германских языках переосмысление произошло. Оно превратилось в «хэнгмате». «Хэнг» — это «висеть», «мате» — это «коврик». Ну, действительно, по смыслу, в общем, похоже на висящий коврик. Да, он не коврик, но фонетика побеждает. Вот это тоже пример переосмысления народной этимологии, только уже не на русской почве. Закончим с первым разделом, когда что-то заменяется на что-то другое. И посмотрим пример, который как раз биологии кажется… Я не биолог, поэтому могу ошибаться, но кажется, биологическим мутациям он не соответствует, когда фонетически у нас ничего не меняется, а меняется структура слова, то есть меняется слово-раздел. На самом деле мы это уже видели, потому что все вот эти примеры, как я уже сказал, являются перераспределением морфемных границ, ну или в каких-то случаях не морфемных, а границ слов. При этом фонетически не меняется ничего. И такой процесс в языках мира называется переразложение, по-английски это называется reanalysis, ну как бы такой переанализ, когда мы анализируем слово еще раз, и результат этого анализа получается другим. Для переразложения нам нужно, чтобы в слове появились какие-то новые морфемы. Тут есть несколько довольно известных примеров, мы их быстро пройдем, а дальше будут примеры, которые, я надеюсь, несколько менее известные. И должен сказать, что если рассуждать про это подробнее, то есть разные виды переразложения, бывает опрощение, когда две морфемы сливаются воедино, например, простыня, образованные этимологически от какого? Простой, да, а суффикс «ын» мы не выделяем. Этот суффикс в современном русском языке очень мало где встречается, там какая-нибудь барыня, мало где. Поэтому в современном языке мы скорее выделим корень простын, потому что между простыней и простым ничего общего нет. Ну или там какое-нибудь слово «сметана», от чего оно образовано. Корень мы там скорее сейчас выделим «сметан» и «а» окончание. А образовано, да, корень «мет» — это то, что сметали, то, что сметено с молока, то, что снято с молока. Опять же, вот эта вот связь между сметаной и корнем «мести» утеряна, утрачена, поэтому происходит опрощение. В данном случае корень, приставка и суффикс сливаются в одну большую морфему, которая в современном языке считается корнем. Бывает, наоборот, усложнение, бывает, когда добавляется какая-то морфема, одна бывшая морфема делится на две новых, бывает вторичное морфологическое членение и так далее, и так далее. Я не буду подробно про это говорить, если вам интересно, вы можете это сами почитать, но несколько раз скажу, что вот это вот как раз пример опрощения, но в целом мы будем это просто называть переразложение. Итак, пожалуй, самый такой классический хрестоматийный пример — это пример про слово «зонтик». Опять же, как и в случае с фляжкой, спрошу, от чего образовано слово «зонтик». Ну вот да, тут уже видны люди, которые знают историю этого слова. Ну, очевидная ловушка считать, что, как и с другими словами, с уместительными суффиксами, «зонтик» образован от слова «зонт», но история здесь обратная. Слово «зонт» образовано от слова «зонтик», а само слово «зонтик» возникло в русском языке как нидерландское заимствование из слова, из двух корней «зонны дек». Крыша от солнца, верхняя палуба. Ну, тут людям, знающим германские языки, в общем, увидеть корень «зонны» и корень «дек» довольно легко. Дальше, благодаря некоторым фонетическим чередованиям, «зонт дек» постепенно превращается в «зонтек», а потом через гиперкоррекцию в «зонтик», потому что суффикса «ек»… Ну, нет, окей, бывает «замочек». Ну, в общем, он становится суффиксом «ик», «зонтик». И дальше этот суффикс отбрасывается, и получаются зонты и зонтики. И сейчас зонтик уже считается каким-то таким неофициальным словом. Мы не продаем все-таки зонтики, мы продаем зонты. Зонтики продавать как-то непрестижно. Но исторически это пример переразложения, потому что корень «зонны» и «дек» от второго корня уехала к первому корню, а «ек» превратилась в суффикс, про который нидерландский язык, конечно, ничего и не знает. Другой пример — это слово «алкоголик». От какого слова образовано слово «алкоголик»? Ну, это простой вопрос. Алкоголь, да, тут ничего сложного нет. Почему мы про это говорим? Потому что, интересно, здесь история, во-первых, самого слова «алкоголь». Откуда берется слово «алкоголь» в русском и европейских языках? Из какого языка? Из арабского. Да, мы это можем увидеть по началу «алл». Многие слова, которые начинаются на «альл», или «алл» — это арабские заимствования, потому что в арабском «алл» — это определенный артикль, там какая-нибудь, не знаю, «аль-кайда», «аль-джазира» и так далее. Ну и в разных других заимствованиях, типа «алгебра», «алгоритм». Не путайте, правда, с латинскими заимствованиями, типа «альбом» — это другое. Но большая часть слов на «аль» — это действительно арабский. Да, это арабское слово. Оно происходит от арабского слова «алькоголь», что значит «сурьма». Почему сурьма вдруг… Что это вообще такое? Да, какой-то химический элемент, вот он. Такой, почему она вдруг стала обозначать что-то связанное со спиртом. Дело в том, что сурьмой красили брови, разбавляя ее спиртом. Дальше вдаваться в подробности не буду. У этого слова безумно интересная история, как оно превращалось сначала в спирт, потом, в принципе, какое-то чистейшее химическое вещество. Не буду на это тратить время. Если вам интересно, по моей фамилии слово «алкоголик», отличный такой запрос, можете найти статью на сайте Арзамас, в которой я подробно рассказываю историю этого слова, потому что действительно удивительное. Почитайте на досуге, там много любопытного. В общем, в какой-то момент, благодаря алхимикам, слово «алькоголь» из арабского через испанский и португальский попадает в европейские языки и постепенно начинает обозначать что-то связанное со спиртом. Сначала сам спирт, а потом алкогольные напитки. То есть напитки этот спирт содержащие. Что происходит дальше? Вообще, как называется болезнь, которой страдают алкоголики? Она называется алкоголизм. Вроде бы тут нет вопросов. Но если мы возьмем другие слова на «изм», кто у них стоит в паре? Например, коммунизм. А кто страдает коммунизмом? Коммунист. Или возьмем слово «буддизм»? Буддист. Соответственно, что должно было быть в паре к алкоголизму? Алкоголист. Почему же у нас алкоголик? На самом деле алкоголисты тоже были. Вот, скажем, пример из книги 1873 года «Вопрос общественной гигиены». Тут сообщается, что почти всякий алкоголист раньше или позже впадет в это состояние. Ну да, какое состояние, неважно. Итак, что-что? Да-да-да. А, ну вот, в общем, это состояние тут как раз и описано. Ну, это старая орфография, да. И «еры» тут на конце есть. И «яти». Да, алкоголисты были. Алкоголисты были как в европейских языках, так и в русском. И в английском языке можно найти тоже в XIX веке примере на слово «алкоголист». Но дальше происходит смещение, вытеснение одного слова другим. Вообще, что в английском языке значит суффикс «ик», который мы видим здесь в слове «алкоголик». Сам суффикс «ик». Да, образование прилагательных. Например. Например, «synthetic» от слова «синтезировать». Да, что-нибудь еще. Ну там «scientific» там, правда, сложнее. Еще «tif» появляется, имеющий отношение к науке. «Poetic» отличный, имеющий отношение к поэзии. Еще что-то? Да, «pathetic», «gramantic» и так далее. В общем, стандартный, нормальный, обычный суффикс для английского языка образования прилагательных. И слово «alcoholic» на самом деле и в современном английском языке имеет два значения. Во-первых, алкоголик, во-вторых, связанный с алкоголем. Там какие-нибудь «alcoholic drinks» и так далее. И первоначально это слово появляется именно в таком значении, относящийся к алкоголю. А дальше, по некоторым причинам, которые мы сейчас обсуждать не будем, я обещал, что вытеснение одного слова другим мы почти не будем обсуждать, в XIX веке «alcoholic» вытесняет слово «alcoholist» и становится таким вот нарушением этой пары «alcoholism» и «alcoholic». А дальше как раз происходит то, зачем я это все здесь рассказываю, именно переразложение. В современном слове «alcoholic» или английское «alcoholic» мы уже видим не части «alcohol» и «ic», а делим мы его немножко иначе. На какие две части? «Alcohol» и «holic». Заметьте, что это уже второе переразложение, потому что сначала у нас срослось артикль «al» и корень «kuhul». В европейских языках мы, конечно же, никакой артикль «al» не выделяем. А дальше произошло второе членение, и уже конец вот этого корня «kuhul», «h» и «l» уходит в такой псевдосуффикс, а «alc», то есть два звука приставки артикля и первый звук корня, уходят в другое слово. У нас получается слово «alco», которое значит «связанное с алкоголем». В каких русских словах встречается этот корень, кроме алкоголя? «Alkazelzer», если я правильно услышал. Это случайная связь. «Alkotester». Да, есть, например, «alconaft». Я его тут даже привожу в такая прекрасная игра слов, где действительно мы берем корень «alco» и «naft», который встречается в словах типа «космонавт», то есть такое погружение в алкоголь. «Alcomarket», «alcodostavka», то есть все связанное с алкоголем. Дальше происходит сокращение «alca», где вообще остается только этот корень. А вторая часть, повторю, что это кусок бывшего корня и суффикс «ик», превращается в полноценный то ли корень, то ли суффикс. С каким значением? Да-да-да, имеющий аддикцию, имеющий одержимость чем-то. И, соответственно, этот то ли суффикс, то ли корень начинает употребляться и с другими корнями. На самом деле не со всеми, но несколько устойчивых слов есть. Какие? «Trundogolic» и еще одно. «Shopogolic». «Shopaholic» — это прямое заимствование из английского, очевидным образом. «Trundogolic» — это калька, это перевод английского какого слова? «Workaholic». Совершенно верно. И несмотря на то, что разных других голиков встречается огромное количество, обычно это слово из одного слога, но бывают и несколько слогов, хотя и реже. Тем не менее, «workaholic», «shopaholic» и «trundogolic» в английских и русских корпусах встречаются на два порядка, если не ошибаюсь, чаще, чем все остальные слова, которые скорее такая авторская игра. Но, тем не менее, мы можем находить и слова «dansaholic», и «cinemaholic», русское слово «сексаголик», «киноголик» и так далее. Опять же, это редко, мы чаще скажем «книгоман», «киноман» и так далее. Но, тем не менее, бывает. И вот, пожалуйста, это пример несчастного слова, которое за свою историю дважды было порублено на куски, переосмыслено и переразложено. Идем дальше. Еще один пример может быть известный. До этого мы смотрели с вами «заимствование», «зонтик», «алкоголь», «алкоголик». Теперь возьмем русское слово «опенок». Как будет множественное число от слова «опенок»? «Опята». Но если мы посмотрим словарит, кроме слова «опята», увидим там еще одну форму. «Опенки», которая для большинства из нас, скорее всего, звучит как какая-то дикая ошибочная форма. Тем не менее, если мы вдумаемся в форму слова «опята», как это слово будет члениться на морфемы, на корень и на суффикса. «Оп» и «ято». А что вообще значит суффикс «ято»? Ребята, где еще? Поросята, козлята, телята и так далее. То есть что значит этот суффикс? Не просто «маленькая». Детеныш, да. Там какой-нибудь козленок, детеныш, козла, козлята, соответственно, в нашем числе, медвежата, детеныш и медведи, слонята, детеныш и слона и так далее. Что получается со словом «опята»? Детеныша какого-то «опа». Вроде как никакого «опа», как и в слове «опенок» мы не знаем. Это тоже пример переразложения. Как же оно изначально очленилось исторически? «О», «пен», «ок». Совершенно верно. Но они не детеныши пня, потому что тогда они были бы «опенята». Корень пен бы сохранился. А это просто что-то, что растет вокруг пня, потому что приставки «о» есть в русском языке значение «вокруг». Ну, хотя бы в слове «окружить». Там, правда, это корнем передается, не только приставкой. Но вы, я думаю, легко можете найти пример, где «о» значит опоясывать, обегать, что-то вокруг и так далее. Соответственно, «опенок» и «опенки» это то, что растет вокруг пня. А почему оно из «опенки» превращается в «опята»? Потому что происходит переразложение. Мы видим огромное количество слов, заканчивающихся на «енок», которые во множественном числе имеют форму «ято». И дальше в какой-то момент при освоении языка каким-то очередным поколением носителей русского языка, «опенки» постепенно вытесняются «опятами». Если раньше словари, которые отстают от живой речи, ругали «опят», говорили только «опенки», сейчас, наконец, словари стали разрешать и то, и другое, хотя «опенки»… Ну, кто-нибудь из вас скажет «опенки»? Даже есть несколько рук. Ну, хорошо, значит, пока еще не нужно ругаться на словари, раз есть носители этого варианта. Кстати, в русском языке есть еще одно слово на «онок» или «енок», которое не обозначает детеныша. Что это за слово? Но там все-таки видно корень «дно». Так что… Но согласен, под мой вопрос этот ответ подходит, слово «подонок». Но я имел в виду другое. Есть слово «бочонок», который вроде как не является ребенком бочки. Тем не менее, если поискать слово «бочата», а не «бочонки», то оно находится. Правда, в основном в профессиональной речи грузчиков, но это тоже, безусловно, носители русского языка. Соответственно, вот еще одно переосмысление «бочонок», «бочата» произошло. Но, кстати, вот с этим суффиксом «енок» и множенное число «яд» это не единственная интересная история, но вот я чуть-чуть поспешила, хотел спросить, как называется место, где живут панды. И в новостях нам, особенно, как только когда в московском зоопарке появились панды, кажется, в этом году или в прошлом, то новость и заполонила слово «пандятник». Но это слово такое немножко странное, но если мы, например, посмотрим, где живут слоны, где они живут, в слонятнике. Есть, правда, слоновник, есть слоновья ферма, но слонятник тоже, кажется, не вызывает такого уже бурного удивления, как слово «пандятник». Правда? Как курятник, совершенно верно. Это тоже некоторое переразложение. Что вообще такое курятник? Это место, где живут кто? Не просто куры, а курята. Курят в современном языке нет, но исторически, безусловно, какие-то курята были, они как раз в этом курятнике, то есть детеныши кур, цыплята. Цыплят – это детеныши цыпы, а курята – детеныши куры. Ну, в этом самом курятнике они и жили. Дальше появляются разные другие, совятники и прочие места, в которых кто-то живет, и вот этот яд сливается с суффиксом «ник», давая рождение новому гиперсуффиксу, это то, что называется опрощение, то, что я говорил, когда две морфемы слились, дают рождение новому суффиксу «ятник», который обозначает место жительства каких-то животных. И дальше получаются пандятники, слонятники и прочее, и прочее. Так что вот суффикс «ят» дважды поучаствовал один раз, он выделился незаконно, другой раз, наоборот, незаконно слился со своим соседом. Такой вот суффикс нарушитель закона. Пойдем дальше. Еще несколько примеров переразложения, только уже не внутри одного слова, а на границе разных слов. Такое тоже бывает, когда словосочетание, сочетание из нескольких слов тоже перераскладывается. Вот еще одна задача моего коллеги Бориса Йомдина, тоже из «Русского медвежонка». Какое сочетание слов указывает на источник ошибки, на источник появления несуществующего города Обсков в русских былинах? В Обскове, совершенно верно, что произошло? Да, услышанное на слух «во». Да-да-да, и мы это часто слышим в песнях каких-нибудь, когда происходит переразложение. Да-да-да, «Скрипка леса», который на самом деле скрип колеса красавица и куку вместо красавицы и кубку или под крылом самолета о чем-то, о чем-то это имя, поет, двоеточие, «Зеленое море тайги». Это все примеры таких слуховых переразложений. Здесь та же самая история. В Обскове превращается в Обскове, а дальше этот город Обсков начинает существовать сам по себе. Это пример переразложения на стыке слов. Еще один такой пример, который… Ну вот, город Обсков не сохранился по-настоящему, а вот пример, который прекрасно повлиял на весь русский язык. В древнерусском языке были вот такие предлоги. «Вн», «кн» и «сн». Это были и предлоги, и приставки, и они существовали в двух формах. «Сн» на конце, если последующее слово начиналось с гласного, ну или если корень начинался с гласного, если речь за приставкой. И без «н», если последующее начиналось с согласного. Ну вот, например, «вобрати», но «внимати», «собрати», но «снимати». В современном русском языке мы это осмысляем как чередование корня «им» и «ним», «иметь», но «снимать» или «внимать». Но исторически легко увидеть, что это вот чередование «вн» и «в», «с» и «сн». Что происходит дальше с этими прекрасными предлогами? Таким же образом они употребляются с указательными местоимениями «и», «я» или «е», которые соответствуют современному русскому «он», «она», «оно». В косвенных падежах «сн» – «им», «вн» – «его», «кн» – «ему». А что происходит дальше? Совершенно верно. Происходит переразложение, и вот это вот «но» начинает осмысляться не как часть предлога, а как часть местоимения. И дальше местоимения прикрепляют к себе «но» в начале, даже употребляясь другими предлогами, в которых исторически никакого «но» не было. И получив с ним, в него и к нему, мы дальше получаем для него, из-за него. И, например, даже со сложными предлогами вопреки дальше будет что? Ему или нему? Большинство скажет «ему», но встречается и «нему». То есть вот это правило начинает распространяться даже на самые свежие предлоги, на предлоги, которые образованы из других частей речи. Но и, кстати, это не единственная история вот с этим прекрасным местоимением, и, кажется, это последний пример на переразложение или предпоследний, про местоимение указательное. Если мы посмотрим на его склонение, ну, собственно, мы его уже увидели, какое-нибудь «его», «ему», «им» или «её», «ею», то увидим, что на что-то в современном языке это склонение похоже. На что именно? На окончание прилагательных. «Синего», «синему», «синим», ну, здесь чуть хуже, «синий», «синию». Оно неспроста так устроено. Именительный падеж, вот этот вот «и», «я» и «е» в современном языке не существует. Оно вытеснилось формами «он», «она», «оно», которое соответствует, в свою очередь, современному «оной», «оная», «оная». Дело в том, что в древнерусском языке было три степени дальности. Ближний, средний, дальний и совсем далекий. В современном языке нас только две, этот и тот. А там было «сей», «тот» и «оной». Три ряда. Дальше вот эта «оной» третья дальность исчезла, оно стало просто местоимением третьего лица, а вот склонение в остальных падежах осталось от вот этой формы «и», «е», «я». Когда употреблялось это местоимение? Это история про то, как в русском языке могли бы появиться артикли, но не появились. То ли на счастье, то ли на горе, не знаю. Наверное, английский нам было бы проще учить разбираться с их артиклями, если бы у нас были свои. Вот у нас появляется какой-то добрый молодец и красная девица. Появились они в первый раз. Когда они появляются во второй раз, нам нужно сказать, что это именно этот, «the» — добрый молодец и «the» — красная девица. Только в русском языке артикль не препозитивный, не перед прилагательным, а постпозитивный, после прилагательного. И что будет, если мы к добру молодцу добавим вот это вот окончание, вот это указательное местоимение «и»? Добрый и молодец. А если мы добавим окончание «я», вернее, еще не окончание, местоимение «я» к прилагательному «красно», получим «красно» — «я девица». Совершенно верно. И теоретически вот это вот то, что в будущем стало полными прилагателями вместо кратких прилагательных, могло бы стать просто прилагательным с артиклем, когда мы уже какое-то слово упомянули, какое-то словосочетание дальше, его употребляем с артиклем. Но этого не случилось, зато у нас появилась странная категория полных и кратких прилагательных, которые употребляются совсем не так, как их предки в древнерусском языке. И это тоже переразложение. В данном случае такое сращение произошло. Бывшее отдельное слово прилепилось к предыдущему и дало начало новой грамматической категории полноте и краткости прилагательных. И вот это вот одна из интереснейших вещей в лингвистике, на которой у меня в этой лекции времени нет. Про это можно отдельную лекцию читать. Это явление, которое называется грамматикализация. Такая, может быть, самая сильная мутация, когда какое-то полнозначное слово постепенно с развитием языка теряет свой смысл и приобретает грамматическое значение, начинает выражать то или иное грамматическое значение. Может остаться отдельным словом, а может еще и потерять свою свободу и стать морфемой. Такого огромное количество происходит в языках, когда глагол иметь или хотеть или идти становится показателем будущего времени, когда числительное один становится неопределенным артиклем, а указательное местоимение этот становится наоборот определенным артиклем. Когда слово дом становится предлогом со значением у кого-то. Ну, там, скажем, шведское хюс восходит к шведскому же хюс. Хюс – это у, например, хюс – Антон, у Антона. Изначально это как бы дом Антона. Ну, или французское «ше», если кто-то значит французский «ше-матонт» у моей тети. Это латинская «касса» – тоже дом. Но вот про все это мы, к сожалению, сегодня не будем говорить, но помните, что грамматикализация, превращение полнозначных элементов в грамматический часто сопровождается переразложением, опрощением и некоторыми другими вещами. Ну, и вот последний пример переразложения, как раз иллюстрирующий грамматикализацию, это то, как во французском – поднимите, пожалуйста, руки, кто знает французский. Ага, многие. Как во французском появилось такое странное отрицание «па». В других романских языках, в других европейских языках этого нет. Вообще, что значит само по себе слово «па»? Шаг. Как существительное, оно значит шаг. И употреблялось оно исключительно как усиление в предложениях, связанных с движением. «Je ne veux pas» я не сделаю и шагу, я не пройду и шага. Дальше происходит переосмысление. Вот этот шаг переосмысляется как не просто усилитель отрицания движения, а просто усилитель какого-то отрицания. И начинает употребляться с любыми глаголами «je ne mange pas» я не ем, дословно «я не ем шаг». Но оно уже не значит шаг, оно уже переосмыслилось просто как усилитель. Дальше происходит еще один этап, и оно переосмысливается, переосмысляется не просто как усилитель, а вообще как показатель отрицания. У нас получается такое двойное отрицание «ne» и «pa». Следуй, и литературный французский так и живет. А вот разговорный французский пошел дальше, и там теперь уже «ne», которое русское «ne», английское «not» и так далее, стандартное отрицание для европейских языков, было переосмыслено как необязательный показатель отрицания. И тем самым в современном разговорном французском языке показатель отрицания «pa», а «ne» вообще можно не употреблять. «je mange pas» «я не ем». Вот такая тысячелетняя история грамматикализации, переразложения, только переразложения и переосмысления уже целых выражений. Наше время движется и постепенно подходит к концу, и нам тоже осталось не очень много. Мы рассмотрели два типа, когда что-то заменилось на что-то и когда фонетически, то есть внешне ничего не поменялось, но поменялась структура. Из-за этого употребление, склонение, сопряжение и так далее. Третья часть — это звуков стало меньше, то есть они были, а потом почему-то исчезли неправомерно, незаконно, когда они не должны были исчезать. И вот примеры того, как это устроено. Вот это может быть кто-нибудь знает, что это и где это. Нет, это «мальта». Это так называемое лазурное окно, которое появилось благодаря процессу как называется процесс, когда вода и воздух разрушают выветривание или эрозия. Совершенно верно. Сейчас, к сожалению, этого лазурного окна нет, потому что эрозия дошла до конца и вот эта верхняя часть упала в воду. «Мальта» лишилась одного из своих самых известных видов. И в лингвистике это тоже называется эрозия, только не геологическая, а фонетическая эрозия. Фонетическая эрозия или фонетическое выветривание, когда какой-то звук по какой-то причине исчезает. И обычно таких причин три. И вот, пожалуйста, вам еще одна задачка, чтобы подумать. Иностранцы спрашивают преподавателя про какое-то слово. Преподаватель говорит, что это животное. Иностранцы удивляются, почему это животное так часто употребляется с словами, которые с животными никак не связаны. Книги, диски, люди. О каком же слове идет речь? Тем более, если у нас тема фонетическая эрозия. Ну, нужно, видимо, подставлять. Пес книги, пес диски, пес люди. Не звучит. Волк книги, волк диски, волк люди. Звучит? Вроде тоже мы так не говорим. Конь книги, конь диски, конь люди. Тоже нет. Слон диски, слон книги, слон люди. Кит книги, кит диски, кит люди. Да, совершенно верно. Вот это вот пример фонетической эрозии. Когда из полного сочетания какие-то, из-за чего, кстати, оно так сокращается? Да, это экономия речевых усилий, это победа говорящего, но в данном случае это просто очень частое слово. Со словом тираннозавр мы его не произносим, тизавр. Хотя мы можем писать там Т-рекс вместо тираннозавру с рекс. Но это, конечно, происходит только с самыми частыми употребительными словами. И вот три типа. Второй тип это просто часто употребительные слова, про это чуть позже. Первый тип это слова, в которых просто нам встретились какие-то сложные последовательности согласных, и людям трудно их выговаривать. Со временем эти согласные, какая-то из них выпадает. Ну там какое-нибудь сердце мы произносим рц, но орфография нам подсказывает, что когда-то там было д, ну и в форме типа сердечной. с солнцем мы не произносим ло, но опять же форма типа солнечной орфография нам подсказывает. А где-то оно исчезает целиком. Например, слово склянка изначально было чем? Стклянка, совершенно верно. Она делается из стекла, поэтому она была стклянкой. Но такая последовательность из четырех согласных для русского языка неудобна, поэтому то и постепенно выпало. А вот обладать обод и оболочка, что здесь пропало? Что такое обладать? Владеть. Что делает обод? Обводит. Ага, что делает оболочка? Обволакивает, совершенно верно. В древнерусском языке это было обладать обвод и обволочка. Потом тоже из-за неудобства произношения этого выпало. Вот, это был первый тип, когда просто сложное стечение согласных. Второй тип это часто употребляемые слова. Мы уже видели это на примере слова кит какие-то. Какие еще слова устроены таким образом? Сейчас. Да, мы говорим не сейчас, а сейчас. Что вместо что пойдет? Что, что? А, когда. Когда вместо когда. Когда ты уже придешь. Да, г там выпадает. Здрасте, да, это как раз отличный пример целой группы слов этикетных формул, которые могут быть разной степени редукции, разной степени эрозии. Мы можем сказать здравствуйте, но мы так не говорим. Максимально мы скажем здравствуйте, уже там выпало. Можем сказать здрасте, можем сказать здрасте. Дальше будет отпадать начало, можем сказать здрасте. Дальше выпадет гласный, мы скажем дрость. Дальше, ну, мы идем дрость, Мария Ивановна. Абсолютно нормально, Мария Ивановна слышит «здравствуйте». Она не обращает внимания, что мы ей сказали «дрсть». Потому что наш мозг так устроен, что мы не обращаем внимания на эти сокращения. То же самое «пожалуйста», которое сокращается до «пшаста», 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 «прекратите это делать». Тоже мы не обращаем внимания, что мы сказали «пшаста». «Спасибо», которое тоже может сокращаться до «спасибо», «посиб», «псиб тебе за это». При этом обратите внимание, что разные наращения типа «спасибочки», «спасибосики» и так далее, это все-таки другое. Это сознательные вещи, а вот эти сокращения, они несознательные. Другой пример — это имена, я уже Марью Ивановну вспомнил, Сан Саныч, ну и вообще любые другие сокращения, потому что нам неудобно обращаться друг к другу Александр и Алексей. Это, во-первых, фонетические упрощения, во-вторых, показатель нашей близости. Ну и третий пример — это просто какие-то другие частые слова. Вот это вот, например, слово — это что такое? Говорит. Я ему говорю, что ты делаешь? Он говорит, да ладно. Я говорю, зачем? Он говорит, да ладно. Грю, грит, гриш. А что вот это такое? Смотри, сри, что там происходит. Да я срю, что ты там? Тоже абсолютно нормальная фонетическая редукция. А вот это вот? Нет. Чек. Там какой-то чек пришел, что-то хочет. Опять же, человек прекрасно превращается в чек, и мы даже не задумываемся, что мы это так говорим. Ну и третье — это фонетическая эрозия, которая сопутствует грамматикализации. Когда то или иное слово начинает употребляться как грамматический показатель, а грамматические показатели употребляются гораздо чаще, чем обычные слова, то нам удобно их сократить, чтобы, опять же, экономить произносительные усилия. Ну вот, например, английская besides, которая выступает в качестве предлога или наречия. Что это изначально было? Какой тут можно увидеть корень? Side — да. By the side of. С какой-то стороны. Besides — это кроме того. Дополнительно. Ну и by the side of тоже со стороны, побочно. А, например, I'm gonna. I'm going to. Да, опять же, чем чаще мы употребляем, когда значение движения исчезло, когда это стало только уже планирование, то есть, по сути, просто показатель будущего времени, оно упрощается, фонетически сокращается и становится грамматическим показателем. Но, опять же, подробнее про грамматикализацию мы сегодня не будем говорить. Ну и, наконец, последняя часть — это четвертая, когда звуков, наоборот, становятся больше. Это, пожалуй, самая редкая вещь, потому что зачем бы нам понадобилось наращивать что-то, и откуда брать материал для этого наращения. Ну вот это вот как раз тот пример, тот случай, когда, наконец-то, у нас побеждает неговорящий, которому все время, все эти полтора часа, было лень что-то выговаривать. А слушающий, которому хочется, чтобы говорящий говорил внятно, и чтобы ему было проще понимать. И когда процесс фонетической эрозии доходит до того момента, что вообще все становится слишком коротким, слишком невнятным, тут языку приходится нарастить себе что-то, чтобы совсем не искажать понимание. И вот здесь французский язык нам очень хорошо в этом поможет, потому что французский по сравнению с латынью очень сильно сократился, а дальше стал, наоборот, наращивать, чтобы хоть какое-то понимание было. Ну вот, например, французское aujourd'hui, сегодня, такое очень странное слово, в нем можно увидеть несколько знакомых фрагментов. Какие? Jour – это значит день, «d» – родительный падеж, а «o» – «v» – в день какого-то вот этого самого «we». Осталось понять, что такое вот это «we», которого во французском языке современном нет. Если мы посмотрим на историю этого «we», то увидим, что когда-то это «we» было латинским словосочетанием «hodya», который, в свою очередь, восходит к латинскому «hoc dia», что значит «этот день». То есть получается, что чисто этимологически «aujourd'hui» значит «в день этого дня». Просто этот день сократилось настолько до этого «we», по сути, один только гласный звук, что пришлось его наращивать и добавлять. А вот я, например, несколько дней назад был на французском мюзикле «Notre dame de Paris», и там в одной из сцен Эсмеральда поёт вот такие слова. «Elle m'a confié à toi et avec jalousie tu viens sur ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui». И вот обратите внимание, что я, когда это слушал, параллельно думая про сегодняшнюю лекцию, потому что как можно было про неё не думать, я обратил внимание, что вообще-то тут произошло ещё одно расширение, ещё одно наращение. «Она меня отдала тебе, и с ревностью ты следил за моей жизнью вплоть до сегодняшнего дня». Жёстко это, вплоть «au jour d'aujourd'hui», в день дня сегодняшнего дня, в день дня этого дня. И я сегодня спросил у моей знакомой носительницы французского, реально ли такое употребляется. Да, реально, причём «au jour d'aujourd'hui», «au jour d'aujourd'hui» — это скорее более формальная форма, более официальная форма, и обозначает такое «сейчас», «сегодня», как «наши дни», в этот самый момент. Более того, обнаружилось, что ещё бывает «au jour d'aujourd'hui», но моя вот эта вот самая знакомая француженка сказала, что это всё-таки языковая ирония, и хоть это можно найти в текстах, это всё-таки такая игра со словами. Другой пример французского расширения — это вопрос «что это?». Спросить «кто это?» по-французски просто. «Ки-эс». «Ки» — это «кто?», «эс» — это «есть», и «сё» — это «это». «Кто есть это?». А когда мы спрашиваем «что это?», мы почему-то говорим «кескюсэ», что дословно значит «что есть то, что это есть». Почему это так странно устроено? Тут тоже довольно простой ответ, потому что «и» во французском после латыни сохранилось, а «э» во французском в конце слов отпало. Соответственно, «ки-эс» — видите, тут не произносится «э» — в случае с «кюр», которая выглядит вот так, превратилась в «кэс», остался один слог. И, видимо, в какой-то момент слушающим французам этого оказалось недостаточно, чтобы удобно понимать. «Кэс» всё-таки не такое удобное, как «ки-эс». И дальше оно постепенно нарастилось. Что есть то, что это есть? Ну, это стол. И опять же, никакие современные французы не задумываются, что они говорят странные вещи, потому что для носителей языка это абсолютно естественно. Но для нас, как для лингвистов, безусловно, очень интересно, как это всё произошло и почему вот это вот странное развитие пошло именно таким путём. Бывают фонетические расширения, сопутствующие опрощению, то есть когда теряется этимология, то, что мы смотрели с вами на примере простыни и сметаны, и суффикс просто прилипает к корню. Как я уже говорил, все суффиксы когда-то отсутствовали, это были полные слова. Если с чашкой мы можем понять, что это малая чаша, маленькая чаша, хотя, конечно, домашнюю чашку мы чашей скорее не назовём. А у вилки есть большой брат, а именно вилы. Да, хотя вилы – это множественное число, а значит была какая-то вилла. То всё-таки ложу или логу, тарелу, эмиссу в современном языке мы не найдём. Но в древнерусских текстах мы эмиссы и тарелы прекрасно встречаем. Тарелы на самом деле – это не очень хороший пример, это заимствование талерик из западноевропейских языков. Но почти все слова, в котором не выделяется нормальный корень, это слова, в которых произошло опрощение и фонетическое расширение. И здесь мы уже скорее выделяем корень миск, а не мис, который был изначально. То же самое – крыльцо, кольцо, яйцо. Крыльцо – это тоже уменьшительный суффикс. Что такое крыльцо? Это маленькое крыло, совершенно верно. По сути, крылышко. Действительно, такое крылышко, отходящее от дома. Кольцо – это маленькое коло. И наверняка вы знаете слово коло, например, в слове колесо, а по-белорусски просто коло – это колесо. Яйцо, слово яй в русском языке не сохранилось, но, например, мы можем его сравнить с немецким ай – это тот же самый корень. А в русском добавилось уменьшительный суффикс. Ну или, скажем, овца – это маленькое кто? Овь. Да, самец овцы, а именно овен с тем же самым корнем ов, который, опять же, разумеется, мы в современном языке не выделяем. Это опрощение. В овне корень овен, в овце корень, видимо, овц. Но в древнерусском языке она была овь, ну, скажем, санскритская авис и так далее. Есть языки, в которых это еще дальше пошло. Когда овь перестала существовать, а овца перестала восприниматься как уменьшительная и стала нормальным, то это может еще раз повториться. Например, в белорусском языке в свою очередь уже овца перестала употребляться, а уменьшительная от овцы, а именно овечка, стала нормальным названием для этого животного. А, соответственно, как русская овечка будет по-белорусски? Если русская овца – это овечка, то русская овечка – это белорусская овечечка. Просто, опять же, произошло опрощение, и суффикс прирос к корню. И, значит, нам нужно выбирать все новый и новый суффикс для того, чтобы выражать каким-то образом уменьшительность. Ну вот, собственно, у меня закончилось время, и как раз закончилась лекция, и можно подвести итоги. Мы с вами увидели, что есть фонетические законы, согласно которым происходит развитие абсолютнейшего большинства слов в языке, и эти законы не знают исключений в норме. Но, тем не менее, эти исключения встречаются не так, как в книгах у псевдолингвистов, которые где нужно, там и исключают, а в редких случаях, большинство из которых мы можем объяснить. И это все-таки бывают единичные вещи. И вот что мы успели обсудить. Мы успели обсудить четыре типа вот таких, скажем, мутаций, когда один звук меняется на другой по тем или иным причинам, в частности, из-за выравнивания по аналогии или из-за гиперкоррекции или народной этимологии. Мы обсудили, когда фонетически ничего не меняется, но внутри слова члениться или словосочетание иначе. Это переосмысление, переразложение, включая прощение и морфологическое усложнение. И два, может быть, чуть, хотя не скажу, что они более редкие, два еще других типа, когда звуков становится меньше, это фонетическая эрозия, и когда звуков становится больше, это фонетическое расширение. Ну и еще бывает грамматикализация, про которую мы сегодня почти не говорили, но это безумно интересная вещь в лингвистике. Что? Не знаю, вопрос к организаторам. Но пока организаторы мне не пообещали лекцию про грамматикализацию, вы можете сами почитать. Например, есть замечательная книга «Лингвистика для всех», которую издают мои коллеги. Это сборники материалов летних лингвистических школ, которые мы проводим для школьников. Ну и вот там в 2005 году была трехсерийная лекция про грамматикализацию, и есть статья по мотивам этой лекции. Вот находите «Лингвистика для всех» летней лингвистические школы, грамматикализация, и читаете про то, какая она бывает, какие пути грамматикализации бывают, почему они одинаковые или похожие в разных языках. Так что можно и без меня с этим справиться. А я на этом закончу. Дозволенные мне речи. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Это был очень классный полуторачасовой лингвистический стендап. Поднимайте руки, я к вам подойду. Держите подоль, чтобы я успел запомнить. Пока только одна. Может, еще кто-то? Пока тут долгий путь. Я вас приглашу не на лекцию про грамматикализацию, уже сговариваюсь, но на другое прекрасное мероприятие. 1 декабря пройдет Московский фестиваль языков. Где будут короткие 40-минутные лекции про почти 70 языков мира. И такие же 40-минутные лекции про разные лингвистические интересности. Он будет в Высшей школе экономики. Но можете просто ввести Московский фестиваль языков и выйти на его сайт. Очень вас туда приглашаю. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вы вспомнили про санкскрит. А как вы можете прокомментировать идею Николая Яковлевича Мара о том, что в основе всех языков мира лежат несколько морфем? Спасибо. Она антинаучна. Если кратко, если чуть более подробно, то, да, к сожалению, идеи Мара господствовали какое-то время в отечественной лингвистике, не разделяясь западными лингвистами. Дальше никто иной, как товарищ Сталин. Понятно, что не сам, но его устами говорили лингвисты российские, советские. Эту идею была развенчана. Ну и, в общем, довольно легко доказать, что никаких ефетических языков и всего такого, что выделяет Мар, быть не может, и я бы отправил желающих с этим ознакомиться подробнее к статье Андрея Анатольевича Залезняка, которую я показывал о профессиональной любительской лингвистике. И есть еще замечательная книга «Историка языкознания» Владимира Алпатова, которая называется «Мар и моризм». И там очень подробно рассказывается и то, как Мар пришел к этой идее, и то, почему эта идея стала господствующей в советском языкознании, и то, что с ней случилось после того, как она, к счастью, заняла то место, которое заслуживает занимать. Еще есть вопросы? Поднимайте руки. Спасибо за лекцию. Вы говорили о переосмыслении и такой народной этимологии. Меня давно интересует выражение по факту. Можно ли называть его переосмыслением постфактум? И были ли известны вам какие-нибудь, может быть, корпусные исследования на этот счет? Я не знаю. Корпусных исследований на этот счет неизвестно. Идея про переосмысление любопытная. Я не могу ее не подтвердить, не опровергнуть. В принципе, это могло случиться. Хотя мне скорее более вероятна кажется версией, что это все-таки независимое преобразование. По в русском языке имеет значение последовательности, в смысле действия после. Ну, как, например, похмелье, это то, что происходит после хмеля. Или понедельник, то, что после недели. Поэтому по факту, после факта, принимая факт во внимание, думаю, что это просто славянское, так сказать, развитие латинского постфактум, но не обязательно из него, а может быть параллельно. Не знаю. Спасибо. Еще? Ваше авторитетное мнение. Существование вот этих черты и резы. Вот скажите, есть какое-то научное доказательство? Как к ним относится вообще официально наука? Я думаю, имеет смысл пояснить присутствующим, о чем идет речь. Ну, письменности до славянской, до кириллической, вот эти черты и резы, как бы, ну, столосочетание. Ну, скажем так, в научной среде принято считать, что этого не было. Что с письменностью славян появляется с глаголицей. Кирилл и Мефодия дальше превращается в кириллицу и так далее. Есть некоторые упоминания, не очень понятно, откуда берущиеся. Например, у чернориста храбро о каких-то, собственно, до глаголических текстах. Но у нас нет, по крайней мере, никаких подтверждений вещественных тому, что какая-то такая письменность существовала. Тут нужно сказать, что есть некоторые лингвисты-любители, которые утверждают, что русский язык был древнейшим, и, соответственно, письменность на нем существовала давным-давно. И все что угодно можно прочитать по-русски. Дальше ему подсовывали крупно сделанную фотографию шкуры слона, и он там на ней находил древнерусские тексты и поверхность Марса. То есть такое это совсем заблуждение. Что касается черты рис, то упоминания. У храбро есть, но доказательств никаких нет. Поэтому официальное мнение, распространенное мнение, что, по крайней мере, пока что мы не можем считать, что оно было. Спасибо. С какого века письма я спошла? С девятого. Еще? Ну, если говорить про славянскую. Так, если вопросов нет, то у меня остался один. Возможно, у меня профессиональное, так скажем, такое искажение. Но когда был слайд со словом «алконавт», если правильно понимаешь, что оно было, так скажем, образовано от космонавт, то оно должно заканчиваться на «авт», то есть не на «ф», а оно было написано на «ф». Такое случается даже с лингвистами, которые читают лекции. Иногда у них случаются опечатки. А, то есть это опечатка. Я понял, что это, возможно, следствие какой-то тоже, скажем, словообразования, там как слышится, так и пишется. Ну, нет, если слово «космонавт» пишется через «в», то и, конечно, «алконавт» должно писаться через «в». Ну, может, это исключительный случай. Я боюсь, что если мы считаем, что авторитет в том, как пишутся слова в русском языке, это словари, то мы не сможем это проверить, потому что, боюсь, ни в одном нормативном словаре слова «алконавт» мы не найдем, так как русские словари не включают обычно слова такого уровня языка. Так что приходится ориентироваться на принцип аналогии в русском языке и писать его так же, как «космонавт», «астронавт» и другое. Да, спасибо большое за то, что вы обратили на это внимание. Работу заставила. Давайте поблагодарим… А, еще один вопрос. Еще один вопрос. Спасибо большое за лекцию. Вы упомянули очень смешное слово «домодеду го шереметьи го». И на данный момент режет слух такое название мест, например, 56-й квартал Выхина, Митина, Шереметьево в Шереметьеве. Является ли это какое-то народное преобразование? Ошибка ли это? Или так можно говорить? Да, это очень интересный случай, как раз показывающий про языковую память носителей языка. Дело в том, что если мы посмотрим нормативные справочники, то это единственно верный способ образования косвенных форм от существительных названий городов и местности на О. Надо говорить Митина, Шереметьево и так далее. Хотя я считаю, что уже давно нужно разрешить и не склонять, но норма такая. Теперь, что произошло на самом деле? Нам кажется, большинству носителей русского языка, что это какая-то новая неграмотная вещь, что так недоучившиеся в школах, в университетах люди, журналисты и кто угодно пишут в статьях, пишут на автобусных указателях, и это звучит чудовищно. Да, режет слух. Да. Но при этом еще 50 лет назад точно так же резало слух не склонение этих слов. А, например, в начале 20 века кажется, это была Ахматова, если ничего не путаю, говорила, что тех, кто не склоняет слово Кемерово, нужно выбросить из окно. Потому что чем Кемерово, хуже, чем окно. И мы видим, как за 100 лет не просто поменялась норма, это как раз нормально, вернее, не норма, а употребление, но и поменялось представление об этом употреблении. То есть мы напрочь забыли, что еще 50 лет назад было все строго наоборот, и теперь нам это кажется инновацией чем-то новым, а единственно правильное, то, что как раз было инновацией, не склонение, кажется, наоборот, единственно возможным. Ну вот, так что это как раз замечательный пример изменения даже не народной этимологии, у этого нет какого-то хорошего названия, но такой короткой языковой народной памяти. Спасибо, было интересно ваше мнение послушать. Спасибо. Спасибо.